Книга Левит, глава 23 Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца, праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. В первый день добудет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу, в седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца, однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина, вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока однолетних и из крупного скота одного тельца и двух овнов. Да будет это вовсе сожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынею Господу, священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я, Господь, Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб, священное собрание, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в седьмой месяц празднуйте его, в кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я, Господь, Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Субтитры создавал DimaTorzok